Всем хааай! Халлоу! Представляю вашему вниманию топ-10 неожиданных коллабораций на просторах Ютуба. Это у Нафата. Я абсолютно уверена, что все, кто смотрит это видео, те, кому интересно, Винкс, как минимум, ну хотя бы встречали тебя на просторах Ютуба. Потому что ты, у нас, конечно, человек абсолютно легендарный. Человек Винкс-культуры. Ты чё так вот говоришь? Перестань. Продолжай. Сегодня мы собрались не просто, чтобы снять какой-то видос, а чтобы снять вигидос. Ну, практически. Блин, звучало такое заболевание. В общем, есть у нас вот такие вот пакеты потрясающие. И здесь тоже там находится что-то не менее потрясающее. Это не просто картинки, это палетки Винкс. Мы сегодня будем делать обзор на целую коллекцию косметики Винкс. Прикиньте, она существует, и типа, ею можно пользоваться. Типа, вот нам, взрослым тетенькам. Это была абсолютно какая-то лютая коллаборация Винкс-Колорпоп, когда я о ней узнала. У меня случилось лицо лица, я посмотрела на себя, не узнала себя. Я поняла, что нам нужна эта косметика срочно. И что, я обязательно обосраться, как хочу, записать это видео именно с тобой. Это мне когда написала, я такая, типа, чё? Потому что я в этот момент еще находилась тоже в таком принятии того, что у Винкс выходит косметика. А потом мне Лиса пишет, и такая, давай с ней. Мы до этого не общались. Чё? Лиса знает, что я существую, серьезно. В общем, да, вот такие вот у нас просто невероятно красивые сегодня палетки, которые очень тяжело открываются. В общем, сегодня на нашем обзоре будет коллекция Винкс от Колорпоп. Я купила полный бокс, состоящий из палетки теней и блесков для губ-хайлайтеров, обычный блесток и стразов. Стоит он, кстати, 125 долларов, и в продаже его уже нет. Перед тем, как мы начнем перевоплощаться, в Фей рассмотрим продукты поподробнее. Еще в этой коллекции есть вот такие вот блестяшки разные. Одни просто как наклеечки на лицо там, куда угодно. Я так в школу ходила с ними. С утра собираюсь, и родители говорят, Оль, что ты плачешь? Я говорю, я не плачу, это мой стиль. В общем, такие вот как бы слезки себе наклеивала. И глиттеры. Глиттеры, конечно же, под названием Enchantix. Хотя, девчонки здесь, ну, как бы не в Enchantix. Видимо, хотели хайпануть на Enchantix, но я все понимаю. И вот такой классный глиттер. Как же жалко всего ее оторвать. Ну, короче, он таким вот очень прикольненьким, игрушечным выглядит, конечно. Пахнет китайская косметика, честно говоря, но выглядит вроде ничего. Так блестит, красиво. Сейчас будем еще на себе пробовать. И самое последнее. Вот такие вот стики. Типа хайлайтеры. Прикол в том, что на каждой коробке, если вот что-то с феей, то тут фея со всех сторон. Мы забыли показать блески для губ, но они абсолютно класс. Коробочки выглядели вот так, и на каждой была нарисована фея. А вот на стиках Strix почему-то они все как бы одинаковые. Просто с каждой стороны по одной ведьме. Стики вот так выглядят. Честно говоря, я думала, что они более готичными будут. Они тоже какие-то розовенькие такие, конечно. Вот. Это Айси у нас такая белая. Белая Айси. Это Дарси тоже какая-то белая. Слушайте, ну вот это вот мне не нравится. Если здесь было прикольно, то есть они хотя бы, знаете, заменили колпачки, а не раз. Понятно, что продукт прозрачный и здесь более очевидно. Но тем не менее, даже если опустить этот факт, ну просто выглядит странно. Ну и если честно, смотри. Все равно очень обидно, что вот вещь, которую только-только достали из коробки, уже имеет небольшие сколы, зная, как фанаты очень долго и давно ждали эту коллаборацию с любым, в принципе, брендом, потому что она была просто очень нужна. Слушай, а цвета А? Вот это прям ядрёно-селеный. Вот это да, вот это Stormy, то есть она, в принципе, отличается от остальных. А вот Айси и Дарси, что-то не знаю, прям очень похожие. Очень странные цвета еще какие-то. Это какой-то зелёный, этот реально белый-жемчужный. Ну вот к этому цвету у меня, правда, никаких претензий нет, здесь всё понятно, но вот эти два вызывают больше вопросов, чем ответов, но надеюсь, что они будут нормальные на лице. Ну и теперь мы приступаем к самому главному, конечно, хотя у каждого главное своё, вот вообще бал-дёж. Это так потрясающе. Это очень красиво, боже. В общем, вот так она выглядит. Мне, честно говоря, здесь очень не хватает зеркальца, сразу говорю. Конечно, смотреть на Винкс прекрасно, но хочется на себя во время. Знаешь, было бы забавно, если бы здесь было зеркало, а здесь просто они вот так вот объёмно выглядывали с одной стороны. Да, 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 что-нибудь типа того. Ну, короче, вот так вот они сделали, но сама палетка очень круто выглядит. Цветной нюд, так сказать, короче. Ты как у нас эксперт по NYX. Скажи, пожалуйста, названия же, как я понимаю, подобраны прям чётко. Они очень прикольные. Тут название родных планет Винкс, название их типа магических заклинаний, все дела. Ну, что-то такое вот связанное с их историей, так сказать. И очень прикольно, что они здесь продублировали эти названия, да? То есть они здесь прям такие написаны, красиво переливаются. Там на камере видно, кстати? Да, 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 видно. Прям очень хорошо, очень хорошо переливаются. И здесь видно, что есть ещё такой розоватый пигмент, который поблёскивает. Очень-очень красиво выглядит на самом деле. Надеюсь, что тени по качеству будут классными. Ну, и вот здесь вот точно сзади продублирована, в принципе, вся информация о цветах. Да, так что интересненько. Сейчас будем краситься. Ох, сейчас пойдёт время макияжа. На самом деле, абсолютно не верю, что сейчас не иронично я буду делать макияж косметикой Винкс. Хочу рассказать тебе какую-то секретную информацию, хотя, наверное, для тебя это не будет секретным. Сейчас людям в целом как будто бы больше пофиг на долго то, чем занимается. Всё ещё есть индивиды, но в целом пофиг. Но когда я была бэйби, я была тем самым анимешником, который устраивал срачи, да. Винкс делают то, что называется косметика 521. Ну, вот это. Ну, да. А анимешники Прада. Она мне тут предлагает такое вообще, конечно. Пришла к Лисе, а она мне тут такое говорит. И рассказывает, что анимешники Прада. Ты вообще представляешь себе степень офигения? Слушай, это прикольная, на самом деле, тема, потому что я заметила, что те, кто были анти-Винкс раньше, потом становятся самыми преданными фанатами. Так что, знаешь, моя дорогая, я буквально была следить за собой. Так что... Так вот она была настоящим блозером. Ну, так вот, ну, как бы, знаете, типа, позрослела, поумнела. Ну, да. Человек уже стал просветленный. Итак, у вас 10 секунд, чтобы угадать и написать в комментариях, на кого из Винкс мы будем делать косплей сегодня. 10, 9, 8, 7, 6. Нет, не на Стеллу и Блум. 5, 4, 3, 2, 1. И я решу, если можно... Производство Rainbow SRM. Ура, побега! Я думаю, что я начну делать макияж. Да, забыла, как краситься. А, ну да, я вспомнила. Цвета просто достаточно странные, их особо ни с чем не навешаешь. Ты первая, что бросается в глаза. Я, типа, думаю, такая... А что делать? Где растушевка, там? База. Ладно, я возьму вот этот оттенок, который светло-розовый. Тут вариантов особо немного. И просто нафигара на все мое верхнее веко. В принципе, все, как я люблю. Кстати, слушай, смотри. Учитывая, что у меня нет никакой базы, кроме тона, но прям очень красивый пастельный оттенок. Я думаю начать с вот такого оранжевого цвета. Dragon Flame. Огонь дракона. Ну, короче, с блумки начинаем. Блин, так обидно даже. Сердечко сделано, великолепный цвет. Я вообще в восторге. Это реально выглядит очень круто, ребята. Надеюсь, вам это достаточно хорошо видно, потому что цвет действительно в жизни прям очень яркий. А вы знаете, какой я, в общем-то, это тоже персонаж. Блин, это очень классно на самом деле. У меня сейчас очень средний такой оранжевый. Балдеж. Но я просто парочку движений сделала, и он уже хорошо переносится. В принципе, уже это сказала, но мне очень сильно не хватает здесь зеркала. Вот в этой палетке. Я пытаюсь его найти, да, в другой палетке. Случаем, извини, но у меня есть это. Я его еще не тестировала. Блин, почему ты это не тестируешь? Быстро открывай, срочно. Она была мультифандомным человеком. Шрек икс Винкс. Мне просто тоже очень хочется зеркала, ибо смотреть непонятно куда, в надежде на то, что вообще будет понятно, что происходит. А это революша, да, по-моему? Да. Надеюсь, что в Шреке будет зеркало. Я так за ним гоняла. Ну как моя мама. Блин, офигу. Она охренела, но она нашла, конечно. Понимается. Накрась меня, если сможешь. Оно есть. Офиги. Васторг. Блин, смысл. Смотри, тени со Шреками маленькими. Ладно, эта тема не про Шрека сегодня. Просто я буду использовать это зеркало, потому что у меня это альтернатива. Блин, почему Шрек более какой-то нюдовый, чем Винкс? Не, ну хотя это логично, но... Ну да, цвета, конечно, у него такие. Прикольные. Ну это прикольно, да. Но странно, но прикольно. Но по разнообразнее. Да. Не могу ничего плохого сказать про вот этот татенок теней, который я прямо сейчас использую, потому что насыщенно, красиво, легко растушевывается, и что самое странное для меня, не пылит, потому что цвет достаточно белый. Ну ладно, сейчас мы с этим быстрее разберемся. Кстати, я поняла, что здесь нет сиреневого цвета вообще никакого. Есть только глиттер. А самого сиреневого цвета не придется ограничиваться розовым. Это странно, это странно. Тут есть синий, есть такие типа фиолетовые, но сиреневых нет. Это странно. Я думаю, что я сразу сделаю брови, потому что что-то как-то я упустила этот момент про брови. Что ж, проверим на бровях, насколько это будет вообще сейчас хайп. И это, конечно, я думаю, никаких комментариев вообще не требует, потому что реально хайп. Наношу сейчас на сухую. Если бы это наносила на фиксатор, я думаю, это вообще было бы уничтожение, просто мне не хочется заливать палетку прямо при писте в первый день. Я сама в шоке. Я это всегда делаю карандашом для губ. Это очень хорошая история. И только так у меня получается прям ярко, но я не была уверена, что этот цвет такой яркий будет, офигеть. Ты просто посмотри, как круто это реально выглядит. Это очень классно. Да, конечно, проглядывает пигменты моих натуральных бровей, но, в общем-то, я не вижу в этом никакой проблемы, потому что, ну ладно. Я тоже возьму Sounds of Melody. Блин, я поняла, что здесь нет красного цвета. Я хотела красный макияж. Я, наверное, немножечко смешаю с вот этим райжевым. Придется. Знаешь, тут придется реально смешивать много оттенков, потому что, ну, объективно не хватает. Так, вроде, открываешь палетку, офигеть сначала. Красивый пипец. А потом такой, блин, о чем красить-то вообще? Чего растушевывать? Чего делать? Кстати, я считаю, что огромный минус на то, что в этой коллаборации, я надеюсь, что это не то, что мы с тобой лоханулись, а реально по факту нету подвода. Вот это для меня очень странно. Когда узнала, что, в принципе, выходит эта коллаборация, да, там постепенно. В принципе, ресницы по Винкс выходили. Я, наверное, у себя на канале поподробнее об этом расскажу. Я не хочу здесь, ну, типа, тушиться разными фактами. Ссылочка будет в описании. Заходите. По Винкс тоже выходили как раз с коллаборацией с брендом по ресницам. В принципе, хорошие были ресницы, на самом деле. Единственное, что странно, что бренд был по ресницам, которые магнитные. Винксовские ресницы, они выпустили почему-то обычные. Да, это странно. Как будто они решили сэкономить. Хочется, честно говоря, я не уверена. Ну, они после этого закрылись, так что неудивительно. Кстати, наше перевоплощение феи вдохновило меня на яркие, необычные образы. Как вы могли заметить, настроение у меня сегодня космическое. Звезды, планеты и даже Млечный Путь. А знаете, что есть еще такое космическое, подобно моему макияжу? Дебетовая карта Тинькофф Блэк в новом дизайне. Карта символизирует открытие космоса для человека. А также помогает экономить и зарабатывать на своих покупках. С вечным бесплатным обслуживанием. Почему именно Тинькофф? До 15% кэшбэка рублями на 4 категории трат, который, кстати говоря, можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте подпиской Тинькофф Про. Доступны бесплатные переводы даже на карты других банков. Через систему быстрых платежей. А наличные можно бесплатно снимать также в банкоматах. Возможность покупать билеты в кино, театры, на концерты. С кэшбэком до 30%. И прямо внутри приложения за пару кликов. Переходи по ссылочке в описании, чтобы оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне. И получи вечное бесплатное обслуживание по ней. Предложение актуально только до 16 апреля, поэтому торопитесь. Здесь я тоже ожидала, что будут какие-то подводочки, может быть, какие-нибудь, типа, ресницы. Ну, типа, всегда, когда делаешь косплей на Винкс, думаешь в первую очередь о том, чтобы сделать какие-то... Огромный подводок, огромные ресницы, глаза. Потому что весь акцент идет на глаза. А здесь получается так, что, да, несколько оттенков, но как-то они между собой в базе не супер хорошо сочетаются. Хотелось бы хотя бы подводками это компенсировать. Потому что я сейчас думаю о том, как я буду все это рисовать и как это оформлять, потому что моего цвета вообще нету, который мне нужен был бы. Да, то есть немножечко не докрутили. Хотя, вроде, Рейнбоу уже понимают, что, типа, большая часть фандома сейчас. Уже очень взрослые девчонки, которые, да, заинтересованы. Это как раз косплееры, то есть они, в принципе, там устраивают какие-то конкурсы. Все, вон, недавно, кстати, в Москве был конкурс косплея, где девчонка выиграла 100 тысяч. Да ладно? Ого, ничего себе. Вот это да. Это было удивительно, на самом деле, что они так сделали. Единственное, что, конечно, не очень прикольно, что был единственный такой приз огромный. И одному человеку все это досталось. Ну, типа... А, то есть там не было первого, второго, третьего места. Да, да, но не хватало еще больше подарочков, чтобы просто хотя бы всех отметили. Там, в принципе, не очень было много... Желающих? Не, ну, типа, 15 участниц. А читать много или мало? Для спецконкурса, мне кажется, достаточно много. А, то есть это хорошо, класс. Мне очень интересно, получится ли у меня намешать прямо на глазах два оттенка, чтобы получить хоть какой-то сиреневый, потому что хотелось бы некоторую сиреневую растушевку. Но контентуально розовый плюс голубой, это сиреневый, поэтому попробуем, что получится. Ну, не получится, ничего не поделаешь. Ожидаемо не то, чтобы это стало сиреневым, но, в принципе, мятный нам тоже, наверное, подходит в каком-то моменте. Что, прикольте? Поэтому оставим как-то вот так. Блин, на самом деле, знаешь, не хочу докапываться и сидеть душнить, но цвета, правда, очень странно подобраны. То есть нет реально красного, нету именно зеленого, немятного. То есть, по сути, такое ощущение, как будто они взяли Флору и Музу. Ой, просто Флору и Блум. Как будто реально, смотри, тут вся цветовая гамма, это Флору и Блум. Ну, окей, может быть, Стеллу еще можно как-то сюда впихнуть, но остальных девчонок я тут вообще не вижу. То есть, типа, реально, где цвета Музы, где цвета техны, типа чего? Это цвета Троица, так у нас и называется в фандоме. Блум, Стелла и Флора, это цвета Троица. А я как-то не знала этого. Да, они везде есть, мы даже находили, ну, типа, гайдлайны для тех, кто что-то создает для этого бренда, да? Типа, вот, когда какую-то коллабу, да, например, делают, то, что Рейнбол прям спускает со своего главного офиса. И там они прям пишут, типа, лучше ставьте Блум, можно немножечко Флоры, немножечко Стелла, они лучше всего продаются. То есть, они прям, ну, типа, не стесняются. Ну, то есть, Блум, как главная героиня, я же правильно понимаю, она все еще главная, она распродается лучше всего. Конечно, да. Ну, прикольно. Все-таки в мире аниме гораздо интереснее обычно бывает, потому что главный персонаж, я далеко не знаю, что самый популярный персонаж, наоборот, это, знаешь, великая редкость. В той же самом Винзопиле, которая сейчас Люто Хайбанула, она, я думаю, это слышала, там вообще главный персонаж, списки популярных персонажей на пятом месте или на шестом, да. Прикольно. Да, тут, на самом деле, еще проблемы создателей, потому что они очень много уделяют Блум. Я что-то зашла сейчас в список серии шестого сезона на официальном их канале на Ютубе, и там везде просто на обложках Блум-блум-блум-блум-блум-блум-блум. Клуб Винкс, но от других девчонок, но не слышали. Да, это было странно. Сколько у тебя времени обычно уходит на какое-то составление косплея-образа? Ой, это очень по-разному, типа, бывает, что я соберу буквально за один день, если это что-то такое повседневненькое. Я все-таки зачастую по западным фантомам делаю, поэтому там бывают такие совсем обычные образы. Квадрокоптер, квадрокоптер, кто-то нас снимает. Это шарик улетел. Это технологии. А бывает, что я пять лет, по-моему, собирала самое долгое. Какие-то собирала, что-то собирала пять лет? Я ждала, типа, ответов в духе, ну, там, полтора-два часа, три. Но никак не пять лет. Я собирала один косплей, который я пообещала публичный, я, короче, с тех пор больше не рассказывала о своих косплей-планах. И не обещаешь о коспланах. Потому что, видимо, действительно, я потом прочитала, что действительно есть такое явление, что если ты кому-то рассказываешь о чем-то, то, ну, ты как бы... Для тебя как бы ты завершил, да? Запускаешь в этот мир, да, вот эту идею, и все, уже как-то неважно. Уже поделился, чем нужно, и все. Ты знаешь, я обычно, ну, об этом никогда не думала, но сейчас я это рассказала. Недавно в одном из видео, где я проверяла очередные товары с Алика, я сказала косплей на персонажей из Геншина. И я там это все мерила, пыталась даже надеть парик, у меня не получилось. Хотя парик у меня там просто охренительный, который я заказывала еще, наверное, полгода назад, когда Дэхи только первый раз показали. Но я в итоге не сделала косплей. Хотя, Баня, этот персонаж уже вышел, мне по-хорошему нужно снимать под нее что-то, но мне просто как будто бы, знаешь... Ну, и завершенная история, уже не хочется делать. И поэтому, когда меня спрашивают, типа, что, какой-то следующий косплей-план, я такая, не скажу. Потому что, да, история очень грустная, это, типа, был персонаж из-за Врафтер Хай, наверное, знаешь, да, Врафтер Хай. И, типа, ну, не сказать, что у нее какой-то очень сложный наряд, это была Apple White. Просто однажды сделала, я даже до сих пор не отфотосетила ее. То есть она у меня готовая, лежит. Что-то не то. Да, я однажды с ней сходила на фестиваль, и как-то все. На этом наша история пока закончилась. Блин, как красиво. Прикольно выглядит. Мне нравится своей подводкой. Ты стала своей подводкой. Кстати, да, практически. Она была подводкой. По цветам мы точно совпали, это даже смешно. А у тебя какой самый долгий был косплей? Ну, наверное, у меня, опять-таки, возвращаясь к Геншину, это не Гуан была. Это, по-моему, был вообще мой первый именно полноценный косплей. А, нет, это был мой второй полноценный косплей. У меня очень много времени уходило, типа, там, на ожидание парика, например. На ожидание самого костюма. То есть я когда заказывала этот костюм с того же Алика, там еще толком его не было. Если говорить, знаешь, даже не про самые долгие, а, например, про самые сложные. Это косплей на Арликина. Возможно, ты видела, я снимала влог с Геншин Патти. Вот это реально косплей, в котором я максимально запарилась. У меня одно пальто вышло в 60 тысяч рублей. А, да, ну, вон там вот висит. Да-да-да. Так, я думаю, что нет смысла больше насиловать этот макияж. Я сейчас хочу попробовать только добавить более темно-зеленого оттенка, чтобы сделать контур вот этого вот, вот этой мазни, которую я организовала. Я пыталась, типа, в этой мазне форму глаз ее повторить, значит, у меня как-то странно получилось. Ну, ладно. Вот это уже другая история, уже ярче стало. На самом деле я в приятном шоке, потому что, ну, типа, это работает, как минимум. Я и смешиваю сейчас цвета, и, в принципе, выходит такой оттенок, как я хотела. Слушай, ну, Colourpop, это как-то вот всегда история про два стула. Иногда бывает просто крутой продукт. Ты думаешь, боже, ты моя любимая косметика, я обожаю. А бывает такой придет, что хоть стой, хоть падай. Реально, у меня всегда так. Или какие-то супер-крутые запуски происходят, или какая-то фигня. Потому что базовый продукт у Colourpop мне нравится объективно практически весь. А вот из запусков, ну, наверное, пока что Wings Stop 1 занимает, хотя я и Barbie пробовала, и с BT21 у меня коллаборация была. Боже, с чем-то еще было из популярного. Я не помню, с чем, боже. Да, у меня, правда, до этого только тени были, причем такие однушки. Хотя бы они просто очень basic такие были. Неплохие, но ничего прям особенного. И я поэтому тоже сейчас не сильно ожидал чего-то прям крутого. Но в целом выходит прикольно, мне нравится. Но зеркала все равно не хватает. Да, но сижу вот просто в ширейке, а ты сидишь в линзах. Ну, что поделать. Лунная призма. Класс. Я видела, недавно сделала коллаборацию Джимми Чу с Сэндром. Блин, это такая мечта. Единственное, что мне немножечко грустно, что сделали Марс, мою любимую. Да, у меня тоже любимый Марс. Ну, типа, она довольно простенькая, честно говоря. Она самая хай. В плане туфель. Ну, типа, они прикольные? Самые неинтересные ботинки у Марса, 100%. Да, мне еще понравилось, что у Меркури прям ботинки Блум, блин, почему? Да, при том, что в оригинале у Меркури вообще сапоги. Типа, почему они сделали ей ботинки от Блум? Ну, вот реально, если нужно на косплее очень сильно выпендриться, это прям хайп. Ну да, они очень дорогие получились, но там еще есть сапоги на Сэллэрмун за, по-моему, полтора миллиона или около того. Вот это вообще смешно. Но это, конечно... Которые блестящие? Которые розовые стразы, они идут полностью в стразах Сваровские, поэтому, да, они такие дорогие, лютые. Но, причем, знаешь, как бы хрен купишь, если честно. Даже, типа, если у тебя есть деньги, даже если ты находишься там, где эта коллаборация есть, ее не купить, потому что там у них была препродажа. И люди с милищем на этапе того, когда все туда дропнули только. Ну, в принципе, она и понятна, у Сэллэрмун уже достаточно взрослая фанатская база. И, естественно, люди, которые смотрели Сэллэрмун в своем детстве, уже выросли. Кто-то из них уже умудрился стать богачкой и может себе позволить ботинки за несколько тысяч долларов. Уважаемо. И сумки. Но мне тоже не понравился Марс. Это моя любимка. Очень было жаль. Еще, ну, если говорим по цветовым предпочтениям, естественно, мне нравится Венера, потому что она оранжевая. Кинь оранжевой. Она просто потрясающая. Потрясающая, у нее такие туфли просто, ну, да. А в мире Сэллэрмун мы с тобой два урана, правильно я понимаю? Да, кстати говоря, водолеи. Водолеичек. С глазами, в принципе, мне все понятно. Блин, в смысле? Добавлю блестяшек после того, как... Ладно, сейчас добавлю блестяшек. Мне вообще интересно, что с зеленой. Давай попробуем взять зеленой. А вот такие вот. Тестируем. Добавляю вот на эту свою фигню и, слушай, ну, нет. Неа. Вообще не видно. Первое разочарование подъехала, попробую кистью, конечно. Блин. Вообще нет, смотри, она просто не переносится. Ну, это, видимо, прям совсем на пустой, что ли, или на подложку, наоборот. Ну, да, да, да. Не, ну, на руке видно, но даже на руке, смотри, не лучшим образом как-то растушевалась. То есть какие-то условные там блестки с того же фикса, мне кажется, гораздо лучше. Это странно, это странно. Но у нас еще есть отдельные глиттеры, если что. Да. Их, конечно, лучше... Воспользуемся ими. Лучше, конечно, не наносить их на глаза, потому что там очень крупные... Частички, да. Ну, на сегодня осень, так сказать. Раз уж с этим не выгорело, давайте попробуем розовый, вдруг с розовым будет получше ситуация. Кстати, ощущается на руке он по-другому, как будто бы более плотно. И, да, смотри, розовый сразу начал свою работу. Вот, и чуть-чуть так, причем на отвале пальцами наношу, появился блеск и дал дополнительную яркость как будто этому оценку. Так, я думаю, еще немного розового себе добавить, причем такого немного блестящего. Fairy White. Мне очень грустно, блин, что в этой коллекции все-таки реально нету подводок. 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 Да, да, этого очень не хватает здесь. Я думала, что у Tricks они сделают подводки, но это было бы очень-очень логично. Логично, но они пошли в сторону хайлайтеров, Надеюсь, честно, но подводки не по простому пути, мне кажется, очень пошли. Сто процентов, да. Потому что, конечно, если бы делать подводки по Tricks, это были бы какие-то цветные, яркие, ну, чтобы прям такие насыщенные были цвета. Знаешь, что самое странное? У Colourpop в принципе есть такие подводки. Их целая куча, то есть у меня у самой есть там желтая, например, подводка, то есть они в принципе представлены, и это даже не должен был быть какой-то по идее новый продукт, просто новая упаковка в эллифи. Но почему-то они реально пошли по кремовым вот этим вот всем хайлайтерам против ерунды. Так, я хочу себе на подвижное веко нанести просто блестяшку. Тут Pure Magic, самый светлый оттенок, я его сейчас наношу просто на палец. Красивенько. Он такой вроде прозрачный, но при этом переливается в голубой, что ли, какой-то сиреневый. Он, кстати, единственный такой более-менее близкий к сиреневому. Кажись. Ой, да, реально, это что-то дает. Он очень мягкий, кстати говоря, у меня прям провисает под моим пальцем. Сегодня рисую подводочкой от Лисы. Надеюсь, что тебе она будет комфортно, потому что она фетровая. Я, кстати, только такими пользуюсь. А, ты только такими пользуешься, тогда, скорее всего, тебе все будет комфортно. Потому что моя, блин, уже старая, я такая, знаешь, уже полусухая, но я все пытаюсь ее выжить. Нормально все? Очень прикольно. Е-е-е, я рада. Прям очень подвижный такой кончик. И цвет очень классный. Он прям ядренно-черный. А сколько твоя открыта уже? А, слушай, ну вот моя, наверное, еще появилась до того, как в продаже вот эта вот у меня. Она у меня прям даже, знаешь, не столько высохла, сколько, наверное, просто закончила. Вот, держи, она вся уже у меня уничтожена. Я постоянно с этим проблема. Я очень люблю именно кисточки, ну вот таких вот. Фетры, ага. Но они быстро сохнут вроде как. Они очень быстро сохнут, причем есть вроде лайфхак, что надо поставить такую подводку как бы вниз кончиком. Да-да-да, но, по-моему, это не работает нифига. Да, ну типа продлевает, не знаю, на один день. Мне кажется, просто сам прикол вот этого фетра в том, что он, наверное, высыхает, а как-то по-другому уже продукты распределяют на твоем веке, потому что достаточно долго, ну, типа, этим фетром трешь по глазу там. Знаешь, я до сих пор просто вот думаю, почему какой-то период времени, ну, это, конечно, давно было, я думаю, что современные ребята не достигли такой вершины идиотизма. Почему было так много срачей между фандомами аниме и Винкс? Это же просто было, это была просто жесть. Это прям, это воины были. Это были реальные воины, ну, то есть это прям жесть была. Мне кажется, даже фанаты разных корейских групп, которые, ну, занимаются тем, что засирают других людей, я это максимально осуждаю. Мне кажется, даже там среди сценов нету таких срачей, как были между анимешниками и Винксами. Это были жестокие нулевые. Я помню, какие были жесткие срачи на Бионе. Я тоже, я, так это я там тоже сидела. Я была из тех... Друг это мы были? Я не удивлюсь. Если ты помнишь карте человека, который спамил 24 на 7 фотографиями, писающий Блум, то это была я. Понятно. Да. Мне Саша прислал картинку сейчас. Давай, посмотрим, важно. Саша, Саша тоже анти Винкс, видимо. Он, причем, мне сказал, что он узнал о Винкс только когда со мной встретился. Ару. Всего лишь 10 лет назад. Сейчас это очень прикольные мемы, я не знаю, сейчас этого ржу. Тогда мне было очень страшно. Все, пришли анти Винкс, хату взломали, убегай. Бион взломали, да. Очень страшно было. Еще стрёмно было на Бионе. Там, типа, ты блокируешь человека, и ты просто его комментарии не видишь. Да, все остальные видят, и от этого еще хуже. И мне однажды рассказали об этом. Я такая, господи, я никогда не буду в безопасности. Как страшно жить в этом мире. Я дико выгорала с того, что один мой кореш, ну, типа, с которым мы тоже на Бионе познакомились еще миллион лет назад, он продолжил сидеть на этом Ви-Бионе периодически. И он мне кидал, короче, ссылку на взглавный, где кто-то выкладывал мое видео и что-то писал, типа, она классная. И я бы такая, иди за тролль всех, напиши, что это твой кореш, что это я. И он там сидел и просто максимально тупым специальным текстом писал, это моя подруга, она Бионовец. Я просто общалась с Админом Бион, я хотела выкупить Бион. Я тебе серьезно говорю, я по приколу хотела выкупить Бион, и я писала Админу со своего Бионовского аккаунта, естественно, который там в 2007 году, блин, создан был. Привет, на самом деле я Лиса Ауми, вот я журтный бой. И он такой, типа, ну, вообще, проект очень убыточный, мне кажется, вы не сможете понять. Какие они честные. Не, ну, в этом плане молодцы, конечно. Самым один Админ остался, который тут с этим, с Эйнштейном на аватарке был, вот тот самый чувак. Блин, да. Яша, у меня пока что получилось, ну, в плане такие получились глаза. Хочется это все добить линзами. Я, правда, искала оттенок, который был бы максимально похож на Текну, но, к сожалению, нашла только такие вот линзы, они чуть более голубые, но что поделать. А потом, короче, мы хотим переодеться, показать, какие элементы закоса, и уже после этого продолжить делать макияж и тестировать косметику. Потому что, знаете, уже просто настроение переодевания. Я? Фея! Внимание, вот такого контента еще не видели. Кто бы мог подумать? Никто не мог подумать. Кстати, парик, между прочим, легендарный. Ну, вот на самом деле. Блин, ему почти 10 лет. Господи, серьезно? Ему больше лет, чем моему каналу. Ну, вот так вот, да. Я не знаю, что еще сказать. Но теперь, как будто хочется более ярко-розовые сделать брови. Ну, собственно, сейчас я их быстренько сделаю. Вот такая же дрянь придумала, но пофиг. Уже ничего не изменить. Блин, как будто бы мне не так уж плохо в этом цвете и с этим париком. Не знаю, возможно, мне кажется, но как будто выглядит неплохо. Реально, найс. Это мой живот, он хочет есть. Судя по всему, у нас случились некоторые проблемы с топиком, но явно он не должен так выглядеть. Почему не? А посмотри, как это выглядит у тебя зая. У тебя зая... Это мои крылья. А, это крылья? Блин, а реально, а что это? Сейчас улечу. Я не понимаю. Потому что это реально на одну руку нужно, как у музы? Вряд ли что-то вот туда нужно вот так вот делать. Слушай. Думаешь так? По-моему, это последний день твоего топика. Да вообще плевать. Ты думаешь, что так? А так вообще ходить реально? Больно, наверное? Да нет. Как будто ты тебя там перетянул или нормально. Слушай, косплей, как бы, ну, приучил быть в боли 24 на 7. Это правда, да. Чувствуют одни только линзы. Если честно, мне сейчас очень хочется достать свой набор вот этих вот глиттеров. Сейчас еще раз его вам продемонстрирую. Хочется сделать прям свотч. И мы с ним лицо уже. Ну, просто невероятная, конечно, красота. Вроде минималистично, а вроде приятно. Ну, и глиттер выглядит достаточно хайпово. Это прям, знаете, ребят, это вот хлопья. Это уже даже не столько про глиттер, сколько про хлопья. Потому что, ну, вот так вот это выглядит безумно красиво. Надеюсь, что вам заметно. И вроде как это должно быть супер хайп. Не думаю, что хочется наносить это на глаза, но сейчас посмотрим. О, боже мой. Посмотрите на нее. Ну, что за профессионалка? Специалистка. Опять я специалистка. Офигеть. Таким, мы сегодня рокерс. Мэджик. Я тут, пользуясь случаем, доставила вот эту штуку. А, как тебе? Хайп. Но пахнет немножко клеем. Как будто бы ва. Я говорю, он китаем пахнет. Я рискну. Я нанесу это на верхнее веко, потому что мне прям, ну, очень хочется немножко добавить блестяния. Вау, хайп, конечно. Собака. Я собака, ты собака. Блин, по-моему, хайпово выглядит реально. Ну, вы так не делаете, но я сделаю. Мне можно. Не, ну, это просто, да. Знаете, такой типичный влог подружек Винкс, которые решили покраситься. А теперь я нанесу его вот сюда. Ну, я техно, я могу себе позволить. Мы подруги. Мы подружки. Вау. Очень красиво. В реальности это выглядит гораздо лучше, чем на камере. Где твой Энчантингс? Вот мы, Энчантингс. Превращаемся, девочки. В Энчантингс. В Батерфляйкс. Такой должен быть, кстати, Батерфликс. Батерфликс должен быть? А, назвали в итоге, да? Да, да. Блин. Сколько вообще сезонов Винкс? Скоро 10, блин, будете, серьезно. Я, кстати, наносила его сюда на руку, а потом смывала. Нормально вообще смывается. А я пока, пожалуй, подумаю, какой я буду использовать хайлайтер, куда я его нанесу. Поехали, значит, снова. Ну, я нанесу себе хайлайтер немного на нос. Кстати говоря, внимание, важно. А он хорош. Я теми, мягко говоря, сказала, он охерительно хорош. Посмотрю, какой он ядреный. Он прям лютый. Это точно Айси? Да, смотри. Потому что, по-моему, Дарси должна быть такая прям интересненькая, несмотря на то, что она Светленька выглядит. Блин, а где здесь написано-то вообще, ё-моё? Нет, Айси, окей. Айси. Блин, Айси прикольно. Айси лайк получает от меня. Сектор Айси на барабане. Ну, я на нос себе нанесу, как человек на самом деле. А мне какой? Мне Дарси или Сторми? Слушай, мне кажется, тебе может быть Сторми, потому что у тебя всё в таких цветах прекрасно. Дарси, кстати говоря. Не очень? Как будто она менее яркая. Дарси больше похожа, честно говоря, на Айси. Она вообще почти даже незаметная, мне кажется. Она такая зеленоватая. Она какая-то зеленая, да. Я даже ради интереса на галочку нанесу, но так, чтобы просто у меня хоть что-то было. Блин, Сторми прям такая фиолетовая. Балдёж. Блин, а как вот ты её вообще используешь? Ну, то есть... Я что-то не поняла. Я скорее сейчас, наверное, опять на веки нанесу, потому что, честно говоря, я это... Ну, так хотя бы блестит немножко. Ну, только совсем немножко. Да. Но у меня хайлайт разноат на нос оттеняет. Серьги специалиста. Я не знаю, почему меня смешит слово специалист, извините. Это так вот повелось. Но она странная, ну согласись, она странная. Вот это хайл. Вот это прям вообще. А я посмотрю, что было здесь ещё. Вот такая вот сацка с бабочкой. Сацка класс. Beautiful. Beautiful. Ну, вообще. Very beautiful. Очень красивая. Техно была бы тиктокером. Почему нет? 100% была бы тиктокером. А Моза бы гиперпоп пела. Она под фонг, там, с полапы. Нет. Мы любимые мем. Нет, я не видела. Меня в прошлом году взломали, и первое, что выложили... Тебя взломали? Да. Реально? И первое, что выложили на канал, это сыр под фонг. Нахрена? Было весело сначала. Что это делало? Потом какая-то хрень пошла, да. Потом вообще не весело было. Ужас какой. Это прям реально кайф. Это такая, ты знаешь, это типа Стелла стала текной. Перевоплощение. А теперь, короче, мне вот такой вот цвет достается, кстати, прям вообще потоп, смотри, один в один. Реально. Она была сиренью. А я вот такая вот сегодня яркая девчонка. Разобуха. Под цвет твоих наушников. Звучит, как будто бы у меня болезнь. Но они какой-то мучной запах имеют, какой-то вкусной выпечки. Блин, реально класс. Да, да, есть что-то такое. Нифига. Путненький? Ага. Блин, цвет такой сиренево-синий. Обалденный. Мне нравится. Рейбов, позвоните. Блин, у тебя классные? У меня ничего, в принципе, но я ожидала, что он ярче будет, честно говоря. Слушай, кстати, да, на фоне моего даже, казалось бы, но что-то как-то непонятно почему, потому что он такой прям ядрёно-насыщенный. Ну что-то вообще, да, такое. Он прям под цвет твоих теней, на самом деле. Не, он приправленный. Нормально, нормально. Но могло быть ярче. Но я ожидала, да, что он прям поплотнее будет. Я честно думала, у них они разделены на градации, типа какие-нибудь, например, вот сиреневые, а-ля его светло-розовые будут практически пастельными невидимыми, а другие будут яркие. Я уверена, была, что будет числе ярких, учитывая, что мы все еще говорим про color pop, а он про яркость. Ну, да, непонятно, ну ладно. Теперь обязательно оцените, как вам наш макияж, как вам наш образ. Как вам наша дружба. Наша дружба! Волшебная. Я считаю, что получились, конечно, такие девчонки. Очень вайбовые, я считаю. У нас еще такая подсветочка сегодня вообще. Мы волфе. Реально. Вид такой еще хороший, набор. Там какая-то какашка на этом, на балконе. Вы этого не слышали. В волфе все идеально. Короче, мне все понравилось, реально было супер, все с косметикой классно, но неплохо в целом. Да, я боялась реально, что она прям совсем детская будет, честно говоря, типа на один раз. От Beauty Bay вот была, мне всегда хочется с ней сравнить. От нее, конечно, от Beauty Bay покруче все-таки. Палеточка, она типа поразнообразнее, поинтенсивнее где-то. Вот, от Wings, ну, типа нормик в целом. Для коллекционеров? Для коллекционеров вообще супер, но неплохо. Точно неплохо, типа я бы четверочку поставила где-нибудь. Ты как суперэксперта в сфере Wings. Что бы ты хотела добавить в эту коллекцию? Что вот тебе прям реально не хватило? Возможно, даже с Лором связано. Лайнеров очень не хватает. Это именно в плане функционала, да, этой коллекции. С Лором вообще где специалисты, блин, я не поняла. Специалистов, конечно, мы бы как бы убрали. Да, ну это странно, что-то специалистов постоянно прессуют в этом фандоме. В одном сезоне вообще специалистов не было, все нормально, да? Но где специалисты, где мальчики, с кем развлекаться? Ну, ой, ладно. Короче, специалисты ждем вас в чат. Будьте хотя бы где-нибудь. Кстати говоря, а где Pixi? Вот у Wings еще были маленькие, типа такие. Да, Pixi не было. Слушай, а мне казалось, как будто бы в коллекции должны были быть Pixi на каком-то продукте. У меня прям как будто бы ощущение такое есть. Ну вот нет. Я тоже что-то их ожидала, но, короче, их нет. Мне кажется, можно было бы с ними блесточки как раз побольше сделать. Да, 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 да. Да, потому что вот у нас есть вот эти блестяшки? Это прикольно, конечно. Они очень классные, кстати говоря, вот этот глиттер. Особенно если он классно держится. Смотрю на себя, подружка, это классно. Спасибо, моя подружка, все в тебя. Отпути! Не путью! Сама, говорю! Контент, который мы заслужили. Подписывайтесь и смотрите каждый ролик. Всем пока!